Приветствую вас, Некатерина. Неуверенность в себе, если вот прям грубо говорить, связана с несформированностью ваших представлений о себе. Точнее, отсутствие этого самого отношения к своим представлениям о себе. Их неустойчивость, их, скажем так, рыхлость, если можно так выразиться. Их зависимость, в том числе, от других людей. То есть, ваши представления о самой себе базируются на мнении и на основаниях других людей. Поэтому вас задевают то, что некоторые люди могут сказать вам. Вам это может быть болезненно. Я думаю, что вы не прислушиваетесь к себе, к своим чувствам, к своим переживаниям. Не позволяете направлять своим чувствам себя туда, куда вы хотели бы. И из-за этого, в некоторой степени, вы находитесь в таком, в чем-то вроде конфликта. Когда и идти по жизни, куда вам хочется. Хочется. Вы не можете. И двигаться в свою сторону. Куда вы хотели бы тоже мне сказать, чтобы получаться. В принципе, из чего состоит, ваша, условно говоря, проблема. Условно говоря, проблематика. Вот. Почему? Вы не прислушиваетесь к себе. С чем это связано, что вы не прислушиваетесь к себе? Почему считаете, что себя можно игнорировать, например? Ну, это уже вопрос вашего восприятия. Именно своей составляющей. Вот. Вот. Такой. ответ я могу вам дать. Конечно, этого действительно мало, но... Тем не менее, тем не менее. Вы пишите. Я очень не уверен в себе. Мне это мешает по жизни. Ну, это довольно общий такой разрез. Стало закрываться от людей и больше замыкаться в себе. Это похоже на защиту. На защиту. Вы просто защищаетесь. Вы защищаетесь. Вот. От людей. Ну, от того, что вам кажется агрессивным по отношению к вам. Вот. То есть, здесь, в принципе, удивительного ничего нет. Да? То есть, если вы закрываетесь, да? То это обесплатить защиту. Значит, пытайтесь защититься. Вот. Пытайтесь сохранить таким образом свою, ну, свою целость. Я полагаю. Вот. Это сделать сложно в вашем случае, когда вы общаетесь с людьми, когда вы открыты. Потому что в силу неуверенности, неуверенности вашей в себе, люди могут достаточно спокойно вас направлять туда, куда они хотят. Вот. Куда хочу, туда направлю. Куда хочу, туда... Ну, послал. Ну, не в том смысле. Что отказал, да? То и... То и я буду делать. Вот. Хотя тут, конечно, тяжело. И вы, вот, как раз таки, от этого пытаетесь защитить. Вот. Вот. Эта реакция, в принципе, более чем адекватная. Вот. Сохранить свою целость таким образом. Но, конечно, эта реакция, она деструктивная. Потому что изолирует. Ну, а тут, естественно, немножечко, наверное, другой перекос. Вдруг что-то изменилось. Что-то изменилось, что-то произошло. Эммм... Эммм... именно, вот, в вашей жизни, вероятно, именно, что-то, что-то, ио... Почему-то раньше вы поделились с своими подругами, чем-то сейчас перестало, то есть что произошло, да, что случилось, повыдался уровень тревожности, была какая-то трансформирующая ситуация, которую вы не пережили, да, и вот в которой, ну, застрягали, вот. Здесь может быть достаточно много всего, достаточно много причин, но не понятно. Ни одна из причин вами, возможно, не раскрыта. Вот. Вот это очень такой важный момент, да, что-то начало меняться, что-то начало происходить у вас, что-то, что-то, как бы, ну, что-то поменялось в восприятии себя, да, восприятия, ну, других людей в том числе. Вот. Ну, что именно? Ну, понятно. Пока-пока. Понимаете, да? О чём идёт речь? Дальше. Дальше. Мне комфортно с самой собой, даже не хочется общения с кем-то, встреч с друзьями. Ну, а здесь ситуация, связанная с тем, если вы пытаетесь защититься, опять же, да, ну, на мой взгляд, по крайней мере. А, так я, конечно, я, конечно, не знаю, может быть, может быть, может быть, все немного иначе, но выглядит так, а то, что пытаетесь защититься, и вот, собственно, закрывается от людей. Потому что, раньше же вы обшел, да, и все было в порядке, потому что, что-то, что-то проявляет, что-то изменит. Изменит. Вот. Что изменит? Можно. Вы, вы, выяснить. Вот. Эм. Дальше. Так. Эм. Всегда провожу время с сыром и на работе. Ну, получается, у вас нет своих интересов. Эм. Эм. Получается. Получается, у вас нет, эм. Своих интересов. А, получается, прям, самой по себе ничего особо, ну, как бы, эм. Ну, не, не нудно. Вот. То есть, это вот. Вопрос, он, он, такой, с одной стороны вы привязываете к себе сильно, в какой-то степени, с другой стороны, эээ, сами, в том или ином смысле, обесцениваете себя, обесцениваете, эээ, ну, свой потенциал, да, обесцениваете, обесцениваете свой потенциал, ээээ, до только роли матери и роли сотрудника, ну, профессионального сотрудника. И, в принципе, что, это, ээээ, ну, парная шинюква, это, достаточно, ну, угрожаешься звучит. Достаточно угрожаешься звучит. Достаточно угрожаясь звучит. И я, конечно, не знаю, сколько лет вашему сыну, да, но проводить время с сыном это, ну, в данном случае, ну, наверное, чересчур, потому что, как бы, получается, что вы в какой-то степени своим сыном заменяете социального, ну, то есть заменяете подруг мужчинам, которых у вас нет, и тогда, вот, это не есть хорошо для вас, вот, хотя, конечно, может быть, вы с этим не согласны, вот, дальше, работа не радует, не могу сказать, что я наказываю сюда меланхолии, нет, бывает подъём, звездит я спокойно, я всегда, ну, то есть вас не радует работа, а это, конечно, заслуживает, вообще говоря, отдельного такого пунктика, да, то есть почему, почему вас не радует работа, вот, то есть если вы выбираете, работу, если вы выбираете, чем вы хотите заниматься, а вас это не радует, то что насчёт вашего выбора, насчёт сознательности и свободы вашего выбора, он остается здесь, получается, против сомнений, к сожалению, да, вот, дальше идём, ну, на спокойствие, вот, здесь, на мой взгляд, вы немножечко себя обманываете, да, потому что вы занимаетесь в такой неверности, я просто это с вас, такая вот, ну, тревожность, опять же, есть, и вряд ли, очень вряд ли, эта тревожность как-то способствует тому, что вы, ну, что вы, что вы, ну, что вы действительно спокойны, да, ну, а также есть подавление, что вы от себя убегаете просто, вот, вот, спокойствие, которое не всегда, не совсем реальны, вот, хотя, контроль вас простит, вот, безусловно, Вот, вы пишите, заметила, что очень нынительно, мой сейчас, просто настроение от людей, тот не так, кто смотрел, тот поприкнул и шел. Ну вот, о спокойствии, конечно, речи здесь не идёт. Другой вопрос, как бы, чем вас это задевает. Как избавиться от неверности в себе и не в кафе мастерки? Ну, а, смотрите, избавляться ни от чего не надо. Именно избавляться ни от чего не нужно. Воляться нет, а вот раскрывать это, именно раскрывать, то, что вас волнует, успокоит, это очень даже нужно. Вот. То есть именно раскрывать то, что вас волнует и корректировать. Потому что сейчас речь идёт о том, что вы хотите просто убрать у себя все эти вещи, которые, которые вы считаете не желательно, ну, не желательно, для себя. Вот. Ага. Это не слишком хорошая позиция для вас, это не слишком хорошая позиция для вас. Потому что вы хотите забрать у себя, в таком случае, получается, чтобы забрать честь своей личности. Какую-то её честь и честь, ну, давайте будем откровенны. Честь. Честь. Крайне важную. Честь. 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 Ну вот. А это, конечно, путь в никуда. Ну, это путь не в ту сторону, да, это путь опять же в негатив. Вот. Поэтому здесь изначально у вас не совсем верно идёт позиция, совсем верно запрос, потому что избавиться, да, не раскрыть, а избавиться. Ну, опять же, что свидетельствует о том, что вы привыкли, вот вы привыкли так к себе относиться, что если там у меня что-то плохой лаг, я просто знаю. Не знаю, сразу этот избавит. Вот. Ну. Нужно посмотреть, что за этим стоит. Вот. Значит, за вашими скотинатами и неверно за себе. И, наверное, помочь вам это раскрыть. Вот. И вот уже тогда вы сможете решить, что вам делать дальше. Вот. Я думаю, примерно такой ответ можно вам дать. Ну, вот если отвечать на вопрос, который задают. Следующий момент. Я понимаю, что одним ответом не решить, готовы на диалог. Ну, Екатерина, то, что вы готовы на диалог, это здорово. Единственное, что если вы готовы на диалог, получается, что вы выбираете специалист. То есть, если вы выбираете специалист, то не совсем понятно, по каким критериям вы выбираете. Потому что, ну, сейчас только какие-то общие можно будет вам дать. Такие заключения, предположения, да. Вот. Причем, каждый, там, из специалистов будет это делать, там, в соответствии со своей школой, да, в соответствии со своими представлениями, со своими убеждениями своей позиции. Вот. И запутаетесь вы еще больше. Вот. Поэтому вы выбираете себе психолога, да, и начинаете работать. Вот. А посмотрите, какой вам понравится, там, по деньгам, по интуиции, кто-то, кому хотите доведаться. Выбираете, и все. И начинаете, как бы, работать. Вот. Вот. А то, так, видите, с одной стороны, вроде как, вы, и, ну, вроде бы, говорите, что, ну, да, я понимаю, что он это не решит, да, а с другой стороны, вы, по сути, оставляете в таком, в таком, в подвешенном, как бы, состоянии свой вопрос, и ничего не решается. Вот. Так что, определитесь, пожалуйста, с этим тоже. Вот. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что в любых ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.